здравствуйте наше кино как я сейчас сидит за решеткой она тянет ручки к своему зрителю но проклятый коронавирус не пускает и пока нам с вами приходится говорить о новинках увидеть которые можно только на экране монитора до большого экрана к сожалению нам еще нужно ждать неопределенное начнем с некоторых итогов довод кристофера нолана как мы предполагали идет собирая примерно в полтора раза больше зрителей соответственно денег чем средний фильм а вот вратарь галактики тоже как мы предполагали еле-еле держится на уровне 70 75 процентов от среднего будем считать что это говорит о том что кино все таки это то что сняли в натуре они то что придумали и сделали на компьютере а теперь о новинках собственно главном ради чего мы сегодня общаемся мы поговорим о двух картинах которые должны выйти в прокат еще вчера 1 октября и которые к сожалению на большом экране мы увидеть сможем не скоро обе эти ленты это российское производство и это приятно потому что не так часто появляется российское кино на экранах но как и всякое другое кино оно не однородно оно не равноценно и потому давайте мы начнем с картины которая называется хандра помните у пушкина английский сплин или русская хандра ну вот об этой русской хандре молодой режиссер алексей камынин и сделал свой по сути первый полнометражный большой фильм потому что у него были уже успешные работы но работая либо короткометражная либо не очень успешная о чем фильм самый первый самый главный вопрос тут я должен признаться я к этой ленте отношусь очень вот как-то личные мои затронула на воспоминания и в общем я отношусь к этой ленте может быть не объективно поймите а почему я сейчас объясню дело в том что тут есть три героя три молодых балбеса которые приехали из разных мест россии покорять москву талантливые веселые обвешанные проблемами по самое не могу дальше и люди которые в москве как-то выживают люди которые сталкиваются самыми разными московскими причудами приколами неожиданностями почему так меня это затронуло потому что где-то 50 примерно лет назад вот таким же балбесом был я также мы шлялись по москве слоган фильма я шатаюсь по москве не шагаю по москве а шатаюсь по москве тут сдвиг маленький но очень интересный точно также мы мечтали что мы станем великими что мы будем прославленными что мы что мы что мы но жизнь простите за банальность штука непростая потому кто-то стал великим и прославленным кто-то сидит на лавочке бывает но во всяком случае когда вот кино на тонко показывает как через 50 лет такие же балбесы также мечтают и также барахтаются ну мне это согрело душу можете а где-то даже из-за этого не объективно но если объективно получилось очень симпатичная комедия получилась она как ко мне с друзьями снимали короткие новелки на ту же тему я шатаюсь по москве и выкладывали их в инстаграм а потом осенила мысль а почему бы все это не собрать и не сделать единый фильм решили обратиться за помощью в министерство культуры российской федерации министерство культуры внимательно рассмотрела этот проект но естественно она она этот проект отвергла и денег не дал пришлось людям искать деньги самостоятельно пришлось людям находить способы все-таки сделать фильм без государственной помощи и поддержки ну и в общем у них получилось и это тоже там еще музыка будет другая и графика пересказывать сюжет не буду не только потому что ну как-то неловко это делать а прежде всего потому что сюжета как такового нет это такая цепь скетчей где-то очень смешных где-то смешные для для киноманов потому что самый главный герой который альтер эго комынина он как и комынин влюблен в тарковского он собирается стать вторым тарковским но потом он правда понимает что как чуть перефразируя владимир владимировича маяковска надо не делать под под тарковска а делать надо под себе мысли естественно простенькая ну да такой простенькой мысли каждый должен дойти самостоятельно и вот этот путь бывает довольно тяжелым картина очень смешная сам комынин ему очень важно было чтобы все получилось вот он посчитал что за полтора часа демонстрации фильма зал смеются 300 раз из этих 300 250 смеются все а еще 50 смеются только киноман и те кто понимает подтекст многих шуток очень интересную штуку придумал еще камынин у него все главные роли исполняют люди которых зритель практически не знает то есть это актеры актер очень хорошая талантливая но они еще не засвечены по-настоящему а вот во второстепенных ролях появляется и самые известные наши актеры и люди которые известны всему всей россии может даже и всему миру а например очень интересную роль играет александр гордон и в его появление здесь совершенно не случайно он родственник андрея тарковского и не появится фильме который внутренне посвящен тарковскому но он просто не мог не имел права а получилось очень забавно ну что он прекрасный актер я думаю все кто следит за его творчеством знают ну и наконец самое большое новшество по моему вообще в мировом кино такое не было тоже камынин сделал они сделали сайт фильма но это еще не новшество но на этом сайте фильма не во первых запустили азбуку хандры и если вы какую-то шутку не поняли вы можете зайти добраться до азбуки и там вам объяснят почему что и как не дошло и еще они там сделали совершенно удивительный чат дело в том что можно задать вопросы героем фильма и люди которые этих героев играли в том числе и сам камынин или прообразы этих людей вам на эти вопросы ответят вы можете вступить в переписку то есть вот такая вот жизнь фильма за рамками экрана жизнь фильма в интернете а по нынешним временам виртуальная жизнь гораздо пожалуй убедительнее чем реальная короче говоря независимо от моих предпочтений хандра это событие в мире российского кино это очень добрая очень симпатичная лента в общем посмотрите надеюсь что вы не пожалеете россия в кольце врагов экономика страдает из-за санкций родине нужен кинематографический подвиг я готов принес